Дорогие мастера, всем привет! Сегодня хочу вам рассказать о планшетках, на которые мы клеим наши реснички, наши ленты и о том, как лучше ими пользоваться. Планшетки бывают пластиковые и на данный момент появились уже деревянные. В чем их плюсы и минусы, сейчас буду вам рассказывать. Дорогие мастера, сейчас хочу вам показать, в чем отличие между деревянной и пластиковой планшеткой. Мы берем на деревянную планшетку и плотненько приклеиваем наши реснички. Плотненько стараемся посадить ленту. И точно то же мы делаем с пластиковой планшеткой. Плотно садим нашу ленточку ресниц и теперь пробуем снять. С деревянной планшетки они снимаются достаточно легко и абсолютно не остается клейкой основы, такая как остается на пластиковой. Теперь давайте посмотрим, как будет сниматься это с пластиковой основы. Обратите внимание, что ваша планшетка пластиковая всегда будет грязной. Минус еще в том, что на ней постоянно остаются отпечатки клея. Также вот эту линию практически невозможно убрать. Давайте попробуем здесь оставить кусочек нашей ленты. Ну, например, у нас осталось немножечко ленты. Вот здесь тоже. Здесь у нас останется всегда значительно больше. Как бы мы ни старались снять, если вы плотно приклеили, ее фактически снять уже невозможно. Она будет очень плотно приклеена и вы испортите ее себе. То есть смысл в том, что вы полностью использовали ленту и только потом снимаете. В любом случае у вас все равно остается вот такая вот часть от ленты. Что с этим можно сделать? Берем просто антисептик. И если остались какие-то мелкие остатки, у вас есть возможность удалить это антисептиком. Просто набрали антисептика на спонжик и старайтесь попротирать эту планшетку. То есть тут такое покрытие, которое не даст возможности ни с краски уйти, не оставить царапины. И даже если у вас здесь будет клей, у вас все равно будет возможность нанести ремувер и снять без проблем эти остатки ленты. Что будет, если у нас остались остатки ленты на пластиковой поверхности? Даже если мы возьмем антисептики, попробуем точно так же спонжиком их повытирать. У нас получается следующая ситуация. Вы полностью удаляете ту краску, которая была нанесена на пленочную основу. Поэтому очень хочу вас обрадовать, что появилась вот такая классная вещь. Это деревянные планшетки, которые немножечко облегчат вашу работу и будут оставлять чистые абсолютно следы после ваших лент. Смотрите, я вам сейчас показала планшетки, которые мы ставим рядом с собой и работаем. Также есть планшетки на руку. Так вот, точно такие же деревянные планшетки будут изготовлены и на ручку. Поэтому тем мастерам, которые пользуются с пластиковыми планшетками, будет так же удобно и очень комфортно использовать деревянные для того, чтобы ваши планшетки оставались чистыми. Продолжение следует... Продолжение следует...